Денис, сегодня должны были собраться к 10, а я смотрю, все приехали в 9, полдевятого. Это почему? Не спится, что ли? Не спится, все соскучились по тренировкам, хорошо отдохнули. Пора работать, так что получили удовольствие сегодня от тренировки, хорошие условия. И как-то, наверное, все счастливы, что никуда не поехали на первый сбор, потому что мы в Тарасовке все дома готовимся и столько игр будет, поговорили с ребятами. Так что все рады, довольны и ждут первого уже матча. Сегодня была пламенная речь главного тренера Масима Каррера. Что вы для себя усвоили из этого выступления? Ну, как обычно, в принципе, когда тренер говорит, мы слушаем, анализируем и где-то с ним, наверное, правильно он сказал, согласно, что мы провалили концовку чемпионата. И вообще весь чемпионат, сами виноваты в этом. Есть у нас игры, которые, наверное, должны нам помочь и выправить ситуацию, официальные игры, лига чемпионов. Так что будем ждать, будем готовиться. Впереди много контрольных игр. Как вам такая подготовка? Я счастлив, не знаю. Для меня игра лучше, чем тренировка. И навыки, во-первых, те, которые надо футболисту, проявляются. И футболист, наверное, тренируется для того, чтобы играть. А тут уже поменьше будет, наверное, тренировок и больше игр. Так что я счастлив, что столько игр будет. И очень хорошо. Я как-то один раз проходил такое через игры набирать. Мне очень понравилось. И, не знаю, для себя тоже для анализирую. Так как я учусь на тренера, допустим, что когда буду тренером, я, наверное, тоже буду больше давать игр, договариваться. И за счет игр набирать форму оптимально. Говорят, что профессиональные футболисты вообще никогда не отдыхают, даже в отпуске. Это правда или нет? Не знаю. Как в любом случае отдыхают. Можно активно отдыхать и пассивно отдыхать. Так что, наверное, с этим связано. Кто-то играет в любом случае в волейбол, в теннис, еще какие-то разные виды спорта, плавает. Это тоже своеобразный отдых психологический. Это без напряженки. Но ты занимаешься тоже любимым делом. Иногда в футбол играешь, собираешься с друзьями где-то. Так что, я думаю, что это отдых в любом случае. Не может футболист ничего не делать, наверное, лежать на лежаке и закидываться мороженым или еще что-то делать. И так отдыхать. Денис, расскажи, открой секрет, как ты все успеваешь? Сегодня в Москве, завтра в Ростове, послезавтра еще где-то. Это чемпионат мира тебя толкает то в один город, то в другой. Ты как будто у тебя какой-то мотор вообще внутри. Живем, жизнь продолжается, продвигаемся. Надо не сидеть на месте, двигаться, развиваться. С другой стороны, друзьям помогать. Ромка Шишкин пригласил, бывший наш одноклубник, который играл в «Спартаке», пригласил на турнир. Поехал в Ростов, привезли кубок мира, пригласили туда, как посол чемпионата мира. В любом случае, спланировал так, чтобы и дома побыть, в Миллерово, с детьми поиграть, родных увидеть. В любом случае, мне давали программу и не мог никуда поехать, потому что надо было готовиться, выполнять в любом случае программу, то, что дал Станислав Саламович. Я ее выполнил и потом уже со спокойной душой поехал отдыхать, плавать, загорать. И потом поехал болеть за Станислава Саламовича. Ну, потом я приехал на открытие, посмотрел, потом друзья полетели на матч в Португалию, Испанию пригласили, тоже слетал, посмотрел, так что я думаю, что мне удались самые два пока интересных матча. Это португальцы с испанцами и Россия на открытии побывал. Так что все вот так, все просто. Очень хорошо. Ну что, тогда удачи, хорошего сезона, побед в «Спартаку». Согласен, спасибо большое. Будем готовиться. И радовать наших болельщиков. Всем привет.